Микс Ньюс. Сегодня в нашей студии депутат Сима от партии Согласия, глава комитета ПАСЭ по юридическим вопросам и правам человека, Борис Целевич. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, Олег, доброе утро. Ну и да, давайте начнем, может быть, с таких сложных, трудных тем, как итоги выборов в Рижскую Думу. Вот насколько вы довольны результатами, я имею в виду, вот вы как личная и как партия в целом. Насколько ожидаемы были вот эти результаты? Ну, конечно, недоволен. Ну, чего там, господи, мы провалили выборы, это понятно. Но сейчас, как бы самое худшее, что сейчас можно сделать, это начать искать виноватых, клеймить. Ну, знаете, есть такая старая мудрость, у победы 100 отцов поражение всегда сирота. Я думаю, что у этого поражения есть целый ряд причин достаточно серьезных. И в первую очередь именно нам, как партии, необходимо эти причины проанализировать. Ну, в политике всегда бывает так. Как бы я все-таки один из учредителей партии, уже там больше 25 лет работаю в партии, вхожу в ее правление, согласия переживал разные времена. Но, пожалуй, это единственная партия, которая столько лет прожила. И, наверное, вот эта ниша, которую мы занимаем, ну, она все-таки, ну, никто больше на нее не претендует. Многие пытались, но реально не получилось. То есть, если очень коротко, да, мы социал-демократическая партия, и при этом мы единственная партия в Латвии, которая совершенно откровенно и последовательно отвергает национализм в любой форме. Любой национализм, латышский, русский, какой угодно. И, в общем, эта позиция, мягко выражаясь, сейчас не очень популярна. И поэтому, в общем, отсюда, по сути, вот все эти красные линии и так далее. И, в общем-то, до сих пор мы проходили через серьезные кризисы, и каждый раз нам удавалось принять то, что мы совершаем ошибки, понять, в чем эти ошибки заключались, и найти выход из этой ситуации. Я очень надеюсь, что это произойдет и сейчас. А вот что все-таки, в чем, вот какие были, ну, мы понимаем, что что-то пошло не так, не пришли, мы видим, что была низкая явка, то есть, не пришли, может быть, сторонники согласия на выборы. Почему? Почему они такие оказались инертные? Потеряли все, на самом деле, в значительной степени. Ну, может быть, кроме прогрессивных, это отдельная история. Это очень симпатичные ребята, они мне очень нравятся, они получили очень серьезный аванс. Ну, остается, я очень надеюсь, что их не съест вот эта бюрократическая машина, как это не раз было до сих пор со многими многообещающими партиями. Ну, как бы, лучше не буду хвалить, чтобы это не было использовано против них, не буду ругать, потому что, наверное, еще рано. Хотя, в общем, уже есть за что стоит. А так, кроме них, потеряли практически все. Мы потеряли больше других. Да, это факт. Но это дает определенную надежду. То есть, наш избиратель не проголосовал за нас. Но он не проголосовал ни за кого другого. Что касается Русского Союза, я очень рад, что они опять в официальной политике. Очень хорошо, что такая точка зрения в обществе есть. И, в общем, она должна быть представлена, в том числе и в самоуправлениях. Но я не думаю, что они получили какие-то дополнительные голоса. Это партия с небольшим, но очень лояльным и стабильным и активным электоратом. Поэтому на тех выборах, где активность избирателей ниже, вот у них, вот это их константное количество избирателей, обеспечивает им прохождение 5-процентного барьера, как на выборах Европарламента. Там, где явка выше, сторонников не хватает, чтобы получить 5%. Ну, а все остальные потеряли, но наш избиратель, повторю, не ушел. Он остался дома. И это дает нам надежду, что на нас еще не поставили крест, что мы еще можем вернуть доверие наших избирателей. Но да, это будет очень непросто. Я вижу определенное нежелание, определенную инерцию целого ряда людей в партии признавать ошибки, откровенно о них говорить и пытаться исправить. И психологически, эмоционально я могу понять своих товарищей. Ну, 10 лет они рулили Ригой. Они были королями, как бы могли все. И, в общем-то, ну, у нас же не КПСС. У нас не было там промышленного отдела еще какого-то. То есть, мы с самого начала, после выборов 2009 года договорились, что рижские вопросы должны решать рижские депутаты. Конечно, мы их обсуждали на правлении партии, на съезде и так далее. Но, тем не менее, не было такого, как в советское время, что КПСС дает там заводу указания, чего производить. Нет, они решали сами. И, в общем, они привыкли к этой ситуации. И психологически очень трудно признать, что все, мы больше не рулим Ригой. Что нам нужно перестраиваться. И вот возникает вот такое психологическое сопротивление. Если мы не сможем этот синдром проигравшего преодолеть, мы будем проигрывать и дальше. Поэтому я очень надеюсь, что у моих товарищей хватит мужества и политической мудрости и самокритики для того, чтобы все-таки это признать и найти возможность, найти путь, который поведет, в общем, наверх из вот этого положения, в котором мы находимся сейчас. Поэтому, наверное, видите, тут вообще такая дилемма очень для меня лично болезненная. Потому что я вообще считаю, что неэтично внутри партийные дела обсуждать публично. Ну, вот я это принимаю, поэтому я буду очень осторожно формулировать вопросы. Но, например, такой очень действительно волнующий, я понимаю, многих рижан и деликатный вопрос по поводу обвинений коррупционных всевозможных вещей. Было это или не было? Насколько партия может взять на себя какую-то ответственность или отмежеваться, наоборот, от людей, которые были связаны с этим? То есть, вот это вот, ну, вот как будто бы это как-то, ну, многие воспринимают, а может быть, это были наговоры, может быть, это какая-то была... Ну, то есть, вот что сейчас происходит? Нет, это абсолютно легитимный вопрос. Понимаете, я вообще говоря, ну, правозащитник по основному роду деятельности, ну, вот сейчас работаю депутатом, но так было не всегда, и, очевидно, будет не всегда, я не собираюсь помирать в депутатском кресле. Поэтому я исхожу из определенных принципов. Вот есть принцип правового государства. Виновным человеком может признать только суд. А пока этого нет, есть презумпция невиновности. Поэтому, раз такие обвинения прозвучали, значит, наш долг – помогать расследованию, никак не мешать расследованию и, в общем, согласиться с решением суда. Казалось бы, ну, в принципе, это вот такой нормальный подход. Поэтому я не берусь утверждать, что ничего не было. Ну, как? Я не могу сказать, что кто-то конкретно виноват. Это должен решить суд. Вот проблема в том, что наша судебная система, ну, как бы, мягко выражаясь, несколько неповоротлива. Вот сейчас, как бы, вот наши оппоненты подают дело так, что вот пришло согласие, началась коррупция в Рижской Думе, как будто до этого всё было хорошо, там, тишь да гладь, да божья благодать. Это не так. То есть традиции коррупционные были всегда. И я, будучи депутатом Рижской Думы ещё в конце 90-х, ещё в прошлом тысячелетии, очень хорошо об этом знаю, потому что когда-то, в 98-м году я руководил комиссией, которая расследовала жалобы на деятельность Домоуправления Валдемарс. Всё это я не буду сейчас пересказывать, но там волосы дыбом становятся, конечно. И впервые был уволен начальник Домоуправления, хотя он принадлежал к правящей партии, был активистом Тайфзэмэн-Гриоба и тогдашнего. Даже было возбуждено уголовное дело. Вот та же ситуация, всё это как-то тихо угасло, было спущено на тормозах. Дело Даймлера, вот такое первое громкое дело, где там были и посадки, и международное сотрудничество. Судебное заседание тянется до сих пор, прошло 20 лет. То есть это возникает вот такая вот замкнутый круг. То есть, с одной стороны, мы говорим, и совершенно обоснованно говорим, пусть прокуратура расследует, пусть суд решает, и мы примем любое решение. Были нарушения – установите так, как это в демократическом обществе положено. Она говорит, ну вы же знаете, какие у нас суды. И да, они у нас такие. Ну так какой выход из этой ситуации – переходить к сталинским тройкам или к каким-то другим вариантам? То есть вот в этом для меня как бы проблема, вот этой ситуации. Мне, конечно, очень больно было бы признать, что те люди, с которыми мы вместе работали, которых я хорошо знаю, в общем, виновны в каких-то нехороших делах. Но если это действительно будет установлено, как это, в общем, в юриспруденции говорят, beyond reasonable doubt, то есть не всякого разумного сомнения, то, в общем, конечно, я это приму и сделаю вывод. Я могу отвечать за себя, я могу отвечать за каких-то своих товарищей в Саймовской фракции. И как бы я знаю, что у меня за всё время ни копейки, ни сантима, ни цента никогда к рукам не прилипло. То есть я там с 97-го года сдаю декларацию, всё это видно, я, в общем, живу в той квартире, которую мы в ЖК построили ещё в середине 80-х годов. И, в общем, совершенно прозрачен. И, конечно, мне очень больно и обидно слышать, что вы там все такие вот воры, коррупционеры и так далее. Но да, это очень тяжёлая для меня ситуация моральная. Я тоже крайне заинтересован в том, чтобы расследование было проведено быстро, эффективно и принесло свои результаты. А если вот коснуться всё-таки внутриполитических дел, вы сказали, что действительно поражение сирота. И вот каждый раз, когда партия испытывает трудности, есть люди, которые начинают уходить из неё. И вот мы буквально недавно слышали о том, что два, как минимум, депутата могут быть исключены. Я имею в виду Вячеслава Домбровского и Любовь Швецовой, которые высказали, опять-таки, недовольство тем, что замалчиваются проблемы. То есть, я понимаю, их позиция такая. А в свою очередь, вот господин Урбанович высказался, что они вместо того, чтобы какие-то конструктивные предложить вещи, просто высказали критику, которая его задела. Вот это, ну, я понимаю, что это внутрипартийные дела, очевидно, это будет решаться внутри партии, но не является ли это, ну, каким-то опять тоже таким вот сигналом, что когда уходят из партии, там, яркие люди, что вот что-то неладное происходит? Да, конечно, является сигналом. То есть, в общем, я бы сказал, это вторичным сигналом. То есть, главный сигнал – это, конечно, потери избирателей. Ну, это да, ну, тут, видите, это крайне неприятная для меня ситуация. Я всегда очень болезненно переживаю всякие расколы и распады. То есть, я действительно считаю людей, с которыми мы вместе работаем, своими и как-то привык доверять им. И когда вот возникают вот такие конфликты, ну, мне это очень тяжело всегда эмоционально. В данном случае, я думаю, что не правы обе стороны. То есть, Вячеслав, конечно, ну, уже достаточно давно заметно, что он себя дискомфортно ощущает в партии. И, в общем, когда Вячеслав к нам пришёл, ну, видимо, он всё-таки рассчитывал несколько на иное. А у него, ну, как бы его политическая биография другая. Он всегда был в правящей партии, он был министром, со всем там статусом, аппаратом, там, обслуживающим персоналом и так далее. Хлеб оппозиционного депутата нелёгок. И мы, в общем, это понимали. Партия максимально поддерживала Вячеслава. То есть, доверили ему первое место на рижских выборах. Вы выдвинули его в премьеры. И сейчас он руководит комиссией Сейма, один из двух наших депутатов. Хотя, в общем, у нас крупнейшая фракция. Но, конечно, как оппозиционная фракция мы не получили. Там столько же мест руководителей комиссии, сколько партии и коалиции. Но, видимо, всё-таки Вячеславу как бы не очень уютно в этой ситуации. И тут есть для меня вот, ну, это не первая, далеко не первая подобная ситуация, которую я видел в своей политической жизни. Для меня критерий один. Когда человек высказывает критику, это нормально. Ключевой момент – это где эта критика высказывается. То есть, всё-таки, ну, мы постоянно как бы участвуем в одних заседаниях фракции, заседаниях правления и так далее. К сожалению, вот в чём я не справ, что каких-то конкретных предложений я от Вячеслава не слышал. То есть, есть некая общая критика. Ну, я понимаю, да, Вячеслав баллотировался на последнем съезде на пост председателя партии, но выбрали Урбановича. Ну, это всегда вызывает некий дискомфорт. Но я думаю, что одна из основных причин, почему всё-таки Вячеслав не собрал большинство голосов при всех своих там несомненных достоинствах, он не предложил конкретную программу. Это были общие красивые слова. Но и сейчас продолжается то же самое. Когда человек там в направлении партии сидит, молчит, и скептически улыбается, а потом выходит и даёт интервью прессе, что вот, ну, партия помирает и так далее. Ну, как-то мне это не близко, и, в общем, я могу понять эмоции товарищей, которые они по этому поводу испытывают. Ну, видимо, Вячеслав не связывает своё политическое будущее с нашей партией, как бы рассматривает какие-то другие варианты. Ну, очень жаль, но это его решение. А что касается Яниса, я считаю, что он абсолютно неправ, что нельзя поддаваться эмоциям, нельзя поддаваться на провокации. То есть, сейчас же вот все эти технологии, там, троллинга и так далее, разработаны очень хорошо. И, в общем, не всегда нам, там, людям старшего поколения, как бы легко всё это освоить, но нужно. Поэтому, да, естественно, ты председатель партии, и тебя никто не любит, тебя все будут критиковать на тебя, все будут нападать, такая у тебя работа. Поэтому я считаю, что если действительно будет принято решение об исключении Домбровского, это будет очень грубая ошибка. Это вот как когда-то сказал министр внутренних дел Наполеона, там, это хуже, чем предательство, это ошибка. И, в общем, это в первую очередь будет вредно партии. То есть, пусть Вячеслав сам строит своё политическое будущее. Ну, жаль, но что поделаешь, это его выбор. Ну, зачем помогать, так сказать, раскручиваться и повышать его, там, говоря экономическим языком, его личные акции на политическом вторичном рынке. То есть, всё это. Поэтому, это, боюсь, что это та ситуация, где нет правых и виноватых. И, в общем, естественно, именно поэтому моя позиция не будет популярной. Но я буду её отстаивать на правлении партии и, в общем, постараюсь убедить своих товарищей. На этой неделе управление состоится и, наверное, какие-то выводы будут сделаны. Но это всё-таки, повторяю, не главный вариант. Главный вариант – это насколько партия действительно сумеет оценить свои ошибки, признать ошибки, найти выход, измениться и вернуть доверие избирателей. Я верю, что это возможно. Сможем ли мы это сделать или нет, но зависит только от нас. Ну вот, я понимаю, что согласие всегда старалось избегать такого ярлыка русской партии, поскольку в ней присутствуют люди разных совершенно национальностей. Но, тем не менее, вот если мы говорим о русскоязычном электорате, получается сейчас, что вот список, вот это меню, оно всё больше и больше, ну вот оно расширяется. Появляются всё новые и новые движения, партии, которые претендуют на голоса русскоязычных всё-таки избирателей. Ну, скажем так, тех, кого волнуют вопросы, может быть, русского языка, русского образования, культуры, для которых эти вопросы являются первоочередными. Вот как вы считаете, насколько вот это всё-таки хорошая тенденция или, наоборот, плохая, поскольку она размывает избирателей, не даёт ему возможности сконцентрироваться на одной партии? Ну, тут трудно ответить однозначно на ваш вопрос. Понимаете, ну, русские и Латвии, они разные, очень разные. И на очень многие вопросы смотрят по-разному. Изменилась ситуация радикально по сравнению с ситуацией ещё несколько лет назад. Скажем, в информационном поле. То есть сегодня у нас не осталось, как бы практически не осталось, оригинального телевидения на русском. Есть несколько передач на ЛТВ-7 с довольно низким рейтингом. Там талантливые молодые ребята, они стараются, всё такое. Ну, это старая истина, это известно, что человек не будет включать определённый канал ради двух-трёх передач в неделю. То есть канал, который частично спортивный латышский, частично культурный латышский, частично какой-то новостной русский, но он чем на определённые пару процентов рассчитывать не может, даже учитывая, что это единственный контент на русском, который есть в бесплатном пакете. Ну, бесплатный пакет тоже уже очень мало кто смотрит, в основном мало обеспечено. Поэтому информационное поле зачищено очень серьёзно. Остались радиостанции, да. Я думаю, что когда произойдёт, наконец, дигитализация радио, тут тоже ситуация изменится. Но, по сути, ну, как бы не хочу никому делать комплиментов, но ваша радиостанция единственная, которая действительно серьёзно занимается общественно-политической тематикой, проводит какие-то вот такие разговоры, потому что остальные, ну, как бы делают это эпизодически, в лучшем случае. А так, в общем, есть новостные программы, которые, ну, все черпают из одного котла. Как известно, в Латвии одна новостная агентура, и все издания, в общем, новости берут из неё. Поэтому, ну, и всё это происходит на фоне резкого изменения отношений с Россией после 2014 года. Это, конечно, вот началась вот эта информационная война. И, к сожалению, мне очень тяжело признавать, но действительно абсолютное большинство московских программ, которые, в общем, здесь доступны, превратились в очень пропагандистки. То есть вот этот механизм промывания мозгов, он включился, и, в общем, конечно, он доминирует. И наше правительство помогает кремлёвской пропаганде. То есть вот убирая возможность получения альтернативного контента, вот прижимая, препятствуя созданию оригинального контента на русском языке в Латвии, по сути, это лучшая помощь кремлю. То есть я думаю, что вот господин Аболинс, там господин Ессалникс, господин Домброва, они вполне заслужили ордена от Путина. И, в общем, не исключено, что, в общем, либо уже получили их и держат это в тайне, либо получат в ближайшем будущем. Потому что есть такое вот в английском языке понятие useful idiots, полезные идиоты. Вот никого не хочу лично обидеть, но мне кажется, вот то, что делает наше правительство в отношении там СМИ на русском языке оригинального контента на русском, полностью вот подпадает под это определение. Поэтому, видите, изменился информационный фон. И, конечно, вся основная тяжесть вот этого информационного обмена переместилась в соцсети. Фейсбук, в первую очередь. Вот это очень интересно, что в латышской среде самая популярная сеть – это Твиттер. Ну, а что такое Твиттер? Это вот какая-то новость, вот ты ее перепостил и пишешь, ай, шаусмас, какой кошмар. Вот, вот это правильно, вот он молодец. Все, то есть это на 95% это вот обмен информационных и других источников. Оригинального контента там очень мало. В Фейсбуке наоборот. И поэтому русскоязычный Фейсбук, мне кажется, гораздо более интересным, чем латышскоязычный. И вот там-то и все вот эти битвы происходят. И да, конечно, далеко не все люди используют Фейсбук, но его используют опининмейкеры. То есть люди, которые активные, мнение которых значимо для родственников, друзей, коллег и так далее. То есть те, которые создают вот эту атмосферу. Поэтому, естественно, что в Фейсбуке, и в частности это вот еще один фактор, то есть вот эта децентрализация информационной среды. То есть нет больше там, скажем, одной программы «Время» или одного первого Балтийского канала, который делает новости, который смотрит там, ну если не все, то близко ко всем. То есть сегодня все это распределено широко, поэтому, естественно, что много разных попыток. С другой стороны, да, конечно, понятно, что большинство из вот этих свежих созданных партий, они не проходят 5%. И, в общем, они действительно растаскивают голоса и ослабляют позиции тех партий, которые представляют и защищают интересы русскоязычных латвийцев. Но при этом вот эти вот маленькие партии, они объективно получается, что вот это представление русскоязычных латвийцев становится ниже и меньше и менее эффективно. Ну это решать избирателю. Тут я думаю, что как-то среди этих, ну понятно, что среди вот этих новых там так называемых партий, которые интересуются, которые ориентируются на русскоязычных, есть откровенные бизнес-проекты, есть просто развлечения там для состоятельных людей, которым скучно, которые хотят посвятиться или там, ну я знаю, не буду называть имен, но я знаю как бы историю, например, когда одна из этих партий тоже, но вот я как бы не понимал, почему. Туда вкладывались достаточно серьёзные средства, но в общем для того, чтобы… Ну понятно, что пройти там никуда никаких шансов не было, но уже потом, через много лет мне объяснили, что вот человек, как бы у него были там какие-то бизнес-проекты, ну в тех регионах где-то значимые, ему нужна была визитка с надписью «Председатель партии такой». Вот, собственно, это относительно небольшие вложения, которые позволили как бы больше сэкономить на его бизнес-проектах. Есть такое? Есть просто люди, которые, ну как бы не очень понимают вообще, как эта система работает и считают, да, вот я сейчас скажу там в очередной раз, вот, всё плохо, ковид придумали, там гады-империалисты, вот, это же правда, все за мной пойдут. Ну окей, попытайся, получи свои полпроцента. Поэтому это объективный процесс, и вот, ну главное, что это процесс демократический. И в чём суть демократии? Это ответственность за свои решения. Вот демократическая система работает по принципу обратной связи. Ну вот вы послушали там, вам что-то пообещали, вы выбрали какую-то партию, но вы знаете, что она не навсегда, что там через два года, через четыре года у вас будет возможность изменить свой выбор. И если эта партия, эти люди, которые вам пообещали, не выполняют своих обещаний, то вы голосуете за других. То есть вы меняете их. Да, естественно, вот выборы должны быть периодическими, срок должен быть какой-то определённый, поэтому я довольно скептически отношусь ко всем этим идеям. Увеличение. Да, и об увеличении, и об отзыве депутатов. Потому что очень часто бывает, что стратегические решения, они требуют какого-то времени. То есть, да, завтра улучшений не будет. Сегодня-завтра станет хуже, но послезавтра будет лучше. Особенно в городском хозяйстве, например, какие-то стройки. Ну, это всех достаёт. Там шум, пыль, дороги перекрыты и так далее. Пока там новый мост, условно говоря, построишь. Но когда он будет открыт, тогда всем будет хорошо. Но людям это сложно объяснить. А если вот человека выбрали, он пообещал этот новый мост, начал его строить, а потом окажется, что всем неудобно, и вот давайте его отзовём. И мост остаётся недостроенным, и пыль и грязь никуда не уходят, и стройка остаётся долгостроена. Поэтому какое-то время должно быть, но когда это время мандата проходит, люди должны иметь возможность свой выбор пересмотреть. Вот это суть демократии. Один раз проголосовали за партию, которая получила полпроцента, или два процента, отобрали эти два процента, другой партии, которую вы тоже оценивали, но в следующий раз подумаете, за кого голосовать. Поэтому я совершенно нормально к этому отношусь. Это естественный процесс. Это тоже, кстати, ответ на ослабление оппозиции, согласие. То есть, да, мы утратили вот это место единоличного лидера на вот это предпочтение русскоязычных латвийцев. Ну, опять же, это для нас сигнал, для нас звоночек, что либо мы должны смириться с этим, ну, либо мы должны измениться. Как Райнес говорил, выживет то, что изменится. Но вы как раз упомянули, да, эту тему, что, может быть, стоит посмотреть, по-моему, в фильме «Откройте полиция» там был очень такой яркий эпизод, когда, ну, вот эти полицейские, которых ругали там местные жители, в конце концов, добились, чтобы их убрали, но пришли еще более плохие полицейские, ну, тебе говорят, ну, давайте посмотрим, вот, ну, как вот теперь, вот, может быть, в следующий раз вы будете более... Потому что я наблюдал вот сцену, например, очень показательную в троллейбусе, когда заходят две пожилые дамы, это был День города, и одна садится на сиденье совершенно спокойно, вторая говорит, как, почему ты не компостируешь? Бля, говорит, ну, как, День города, всегда же это мы ездим бесплатно. Говорит, нет, дорогая моя, вот власть поменялась, сегодня не бесплатно. То есть, ну, вот вы рассчитываете посмотреть, вот, ну, как бы, вот, со стороны, насколько эти изменения... Потому что я знаю, что все привыкают, начинают переставать видеть хорошее, чтобы, ну, вот, было, воспринимается уже, как должное, там, и до бесплатный, вот, проезд в общественном транспорте на какие-то праздники, там еще что-то? Ну, да, нет, почему посмотрим со стороны? Нет, не посмотрим со стороны. У нас есть фракция в Рижской Думе, достаточно многочисленная, и, в общем, в ней, я считаю, далеко не все способны эффективно работать в оппозиции, но, тем не менее, есть. И старая гвардия, скажем, ну, вот, я всегда говорил, это Вадим Фольков, например, для меня это пример того, как должен работать депутат. Он досконально знает все вопросы, которыми он занимается, там, транспортные, сам же был водителем троллейбуса и до сих пор иногда ездит. И исчерпывающе может ответить на любой вопрос, и может исчерпывающе обосновать любую свою позицию, даже не популярно. Есть и новые люди, ну, вот, Константин Чекушин, например, и очень большие надежды с ним связывают, я его знаю по общественной работе, и действительно, вот это то самое новое поколение, которое в политике, несомненно, нужно, поэтому не просто будем смотреть со стороны, будем активно участвовать, активно критиковать. И я думаю, что вот я вижу вот эту нервную реакцию со стороны некоторых своих старших товарищей, ну, вот, из единства, из национального объединения, там, новых консерваторов, они и хотели бы, да не могут. То есть вот то, что согласие в Рижской Думе сделало за эти 10 лет, вот в социальной сфере, в первую очередь, ну, уже нельзя отыграть назад. То есть, ну, где-то что-то по мелочам, ссылаясь на кризис, может быть, но в целом, скажем, отменить льготы на проезд, вот эти широкие, ну, нельзя, потому что народ этого не поймёт, не оценит. Вот они излятся. То, что даже они победили, но всё равно они в каком-то смысле вынуждены будут продолжать ту социальную политику, которая проводила Согласие. А ведь, видите, особенность специфика Латвии в том, что как раз вот это социальные функции, социальная нагрузка, чем дальше, тем больше бюджет перекладывает на плечи самоуправления. Вот сейчас мы уже не помним, что когда-то, вот до кризиса 9-го года, о котором вот упомянули там Лемон Бразерс и так далее, ведь когда-то, например, госбюджет участвовал в субсидировании общественного транспорта в городах. 50 на 50. То есть 50% субсидий шло из муниципального бюджета, 50% из государственного. Вот когда после выборов 2009 года, вот когда правительство ввело там совершенно там жёсткие вот эти меры по ограничению расходов, эта норма закона была тут же пересмотрена, то есть Риги просто отобрали этот бюджет. Точно так же сократили субсидии на зарплату учителей. Ведь у нас как эта система работает? Самоуправление финансирует там школы, помещения, коммунальные услуги, здания, всё-всё-всё, значит, самоуправление. Но зарплата учителей – это целевая дотация из государственного бюджета. Вот эта дотация была сокращена чуть ли не вдвое, и самоуправлению Риги в первую часть было сказано, ну вы кручитесь, как знаете, закрывайте школу, увольняйте учителей. То есть это была вот такая реакция правительственной коалиции на победу тогдашней оппозиции на выборах в Рижской Думе. Справились, сумели, в отличие от правительства, сохранили все социальные пособия, хотя во время того кризиса количество получателей социальных пособий возросло в несколько раз. Тем не менее, ничего не обрезали. И вот это как бы уже изменить сейчас никакой самой правой коалиции всё равно не удастся. Да, у нас очень мало времени. Хотелось затронуть, вот вы упомянули по Фейсбук, и вот, так сказать, ньюсмейкеры, опининмейкеров сами. Я напоминаю, что у нас в студии депутат Согласик, глава комитета по СЭП и юридическим вопросам и правам человека Борис Целевич. В вашем Фейсбуке вот как раз-таки была одна из записей, посвящена Белоруссии, о том, что вот Совет Европы, ну вот обеспокоенной ситуацией Белоруссии, насколько может повлиять, то есть вот какие, вот как вы видите возможности, поскольку Белоруссия не является всё-таки, не входит Совет Европы, то есть насколько вот есть какие-то механизмы, которые могут позволить, вот может быть, вы бы могли изложить вот эту свою точку зрения, повлиять на ситуацию, в то же время не переступая, ну вот где вот эта грань, когда, ну можно сказать, что это вмешательство во внутренние государственные дела. Окей. Я сразу хочу сказать совершенно чётко, значит, мой комитет, комитет, который я возглавляю, занимается именно юридическими вопросами и правами человека. Геополитическая ориентация, экономический строй в Беларуси, это чисто внутреннее дело самих белорусов. С чем мы не можем смириться, это с вот этими массовыми избиениями, пытками, исчезновениями, даже убийствами людей, которые просто мирно протестуют. Это не Украина, где там жгли покрышки, и так далее. Это не Майдан. То есть, ну нет никаких свидетельств тем отдельным обвинениям, которые иногда звучат там в прессе, там в российской, белорусской, что вот там применяют демонстранты насильственные действия. Ну, я не вижу таких подтверждений, а реальных подтверждений тому, что действительно избивают, там, задерживают, не пускают адвокатов, там, не сообщают родным, где люди находятся, пытают. Вот таких свидетельств сотни и сотни. Поэтому, что можно сделать? Да, Белоруссия формально не связана какими-то конвенциями Совета Европы. Ну, частично, да, Белоруссия участвует в части конвенции, там, в частности, против отмывания денег и так далее, но ни конвенция к правам человека, ни конвенция против пыток не являются формально обязывающими в Белоруссии. Но вот те, как бы, обвинения, которые выдвигают демонстранты против правоохранительных органов, в первую очередь, они составляют так называемые нормы международного права юс-когенс. То есть, это, ну, такой юридический термин, то есть, это те нормы, которые обязательны для всех по умолчанию, то есть, которые не требуют ратификации. Но нельзя избивать людей, нельзя пытать людей. Сегодняшнее международное право признаёт, что это должны делать все государства, независимо от членств в каких-то организациях ратификации конвенций. Что может сделать наш комитет? Я против того, чтобы там развешивать ярлыки, кого-то наказывать, делать какие-то политические заявления. У Совета Европы есть определённая экспертиза, опыты, институции, которые могут эффективно собирать данные, обрабатывать данные, проверять эти данные. Сейчас уже существует, есть, как бы, несколько стихийных таких проектов. Этим занимаются, в частности, некоторые неправительственные организации правозащитники в Беларуси. То есть, я считаю, что было бы правильно, чтобы Совет Европы предоставил, как бы, свою экспертизу и свою техническую помощь для вот этой работы. Ведь самое страшное, вот против чего мы в комитете вот всегда выступаем, и что является для нас красной линией нарушения, а прав человека не должны оставаться безнаказанными. То есть, если действительно есть неоспоримые свидетельства того, что права человека были нарушены, я боюсь, что это действительно так, то те люди, которые непосредственно виновны в этом, в первую очередь, те руководители, которые отдавали преступные приказы, должны понести наказание. Какое наказание? Совет Европы не может наказать. Белоруссия вне юрисдикции Совета Европы. Но есть организация ООН. Сейчас уже возбуждены уголовные дела в Польше, в Украине в отношении задержания, избиения, пыток граждан Польши, Украины. У поляков есть еще так называемая карта поляка. Это особый статус соотечественника польского, который тоже дает возможность Польше легитимно защищать этих белорусских поляков. Есть другие какие-то механизмы. Это не Совет Европы. Пока Беларусь не вступила в Совет Европы, скажем, Европейский суд тут не может быть применен. Но в современном мире невозможно абсолютное отсутствие юрисдикции, абсолютная безнаказанность. Я не знаю, какая институция будет иметь эту юрисдикцию, оценить и наказать виновных, но когда такая институция найдется, мы хотим иметь данные тщательно подготовленные, тщательно проверенные, обработанные, которые все как бы наши независимые эксперты и все желающие могут убедиться в справедливости этих данных и передать эти данные вот этой институции. Вот это та реальная работа, которую мы можем сделать, никоим образом не вмешиваясь там, ни в ход предвыборного процесса, ни в политические процессы в Беларуси. Конечно, у меня есть свое личное мнение по поводу того, по поводу белорусской экономики, насколько она жизнеспособна, но это личное дело каждого. Главное, то белорусы должны иметь возможность сами сделать свой выбор. Если вы объявили выборы, проведите их честно. допустите наблюдателей, не поделывайте бюллетени, когда в соседних местах на одном участке и на другом соседнем в четыре раза различаются результаты выборов, конечно, это наводит размышления. Ну и, конечно, главное, не избивайте, не пытайте своих собственных граждан. Ну вот дискуссия, я обратил внимание, которая развернулась под этой вашей записью, она многие приводили пример, ну как же все-таки и во Франции разгоняют желтых жилетов, и в Америке тоже разгоняют там. Вот где, вот почему в одном случае это вызывает такой, ну повышенный интерес комиссии по себе, а в другом нет? Интерес вызывает все, значит, тут ситуация принципиальная, знаете, как был такой советский анекдот, там, а у вас негров бьют. Вот это, по науке, это называется вот об аутизм, когда говорят, вот ты поступаешь плохо, а ты вот. На самом деле есть принципиальная разница. Те же самые желтые жилеты во Франции действительно вели себя достаточно агрессивно и применяли насилие. Они там переворачивали машины, сжигали, они били витрины, они грабили магазины, и тому есть достаточно много свидетельств, и я своими глазами видел уже после того, как все это закончилось, там, разбитые банкоматы, там, около Триумфальной арки и так далее. То есть, это действительно факт. Для того, чтобы остановить насильственные действия, полиция имеет право применять насилие, пропорциональное насилие. Да, там люди задерживались, да, там применяли дубинки, но про каждого задержанного было точно известно, где он находится, к каждому допускали адвоката, сообщали родственникам. В местах задержания не было никаких пыток, и все-таки самое главное, что людей задерживали за насильственные действия. В Беларуси задерживают, пытают, не допускают адвокатов, людей, которые никакого насилия не применяют, которые просто мирно протестуют, высказывают свои взгляды. Вот в этом принципиальная разница. Ну и, конечно, о масштабах я тоже не говорю. Поэтому самый главный принцип, да, государство имеет право применять насилие, но только тогда, когда это нужно. Когда действительно могут, когда под угрозой находятся жизнь, здоровье, имущество других людей. Тогда полиция имеет право применять насилие, чтобы их защищать. И вот эти кейсы, там и желтые жилеты, и Германия, там все это очень хорошо документировано. На мой взгляд, вот скажем, в тех же самых США, когда вот там, как бы речь идет, там заходит о БЛМ и так далее. Ну, я не специалист по Америке, но у меня складывается впечатление, что во многих случаях там, как бы, полиция даже ведет себя слишком мягко. То есть, да, я ни в коей мере не оправдываю убийства, и действительно, это очень серьезная проблема. Но это отдельная, большая тема, было бы как-нибудь интересно поговорить, как вот все эти последствия рабства и реальное равенство, и равенство на бумаге. Позитивная дискриминация, которая сейчас... Да, да, вот эти все вещи. Но действительно, для того, чтобы защитить жизнь и здоровье и имущество других людей, государство, правоохранители не только имеют право, но и обязаны применять насилие, чего в Белоруссии нет и близко. Нет никакой угрозы, и, в общем, людей избивают только за их политические взгляды, за их мирные протесты. Я понимаю, что у нас совсем осталось очень мало времени, но вот, подводя, может быть, итоги, в декабре будет съезд согласия. Вот, какой вы видите, каким вы видите, может быть, ну, если очень коротко, вот будущее партии, насколько, потому что некоторые, ну, высказываются, насколько там, вот следующие выборы, я понимаю, в СЕИМ будут достаточно сложным испытанием. Вот, что, какие вы видите, главные приоритеты, какие вот выводы, какие изменения могут быть? Ну, до выборов в СЕИМ будут еще муниципальные выборы, потому что эти риски и выборы, это были досрочные, поэтому в следующем году будут выборы в самоуправление, потом выборы в СЕИМ. Я уже говорил, нам нужно действительно осознать свои ошибки, сделать выводы и суметь измениться, и тогда мы сможем вернуть доверие избирателям. Поэтому, ну, вот, видите, я в отличие от этих других в своей жизни был только в одной партии и никуда уходить не собираюсь. То есть, я вижу, что вот у этой идеи согласия есть большое политическое будущее, есть спрос. Да, я вижу, что у нас появляются конкуренты, но пусть эти конкуренты как бы в честной борьбе докажут, что они действительно сильнее, лучше могут реализовать те левоцентристские, социал-демократические идеи, идеи согласия, идеи отрицания любого национализма и дискриминации. Ну, собственно, для этого политика и предназначена. Да, я думаю, что съезд многое покажет, но в любом случае, я, в общем, моя вся как бы не только профессиональная, эмоциональная моя жизнь связана с этой партией, и, конечно, я буду свою точку зрения отстаивать и очень надеюсь своих товарищей убедить. Спасибо вам большое. Я напомню нашим слушателям, что в нашей студии был депутат Сейма от партии «Согласие», глава комитета по СЭП и юридическим вопросам и правам человека Борис Целевич. Спасибо вам. Спасибо вам за приглашение. До свидания.